Музыка Так, снова любуемся соседским садом. Уникальный, молодой, талантливый садовод Александр жил здесь, пока не погиб на пожаре. Заброшенный сад остался. Вот он, красавец. Вот он, вот он, вот он. Ну и что еще можно, кроме того, что я рассказал, рассказать? Видите, как выделяется? Вот это все вишни. Вишни, 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 вишни. Я их назвал сибирские штамповые. Осенью сумасшедшего рожа. Иногда, кажется, всю Европу можно накормить. Сколько призывал. Переносим обратно. Ведь у вас же беда европейцы с этими вишнями. Страшная беда, дорогие. Символ России. Вишневый сад по Чехову. Исчез фактически. Уже исчез. Вот. И вдруг, вон посмотрите вишенка, видите, как она выделяется крайне. Как я на ней обнаружил плоды? А какие плоды? А в два раза крупнее. И тогда я до конца понял свою же собственную, придуманную мной, кто-то считал высосанную из пальца версию, что это приехало из Европы. А, кстати, откуда оно еще могло приехать, а? Сюда, в центр России. То есть в центр Сибири. Конечно, с Европы. Конечно, с первыми переселенцами. Ведь уже несколько поколений таких здесь растет. Вот. И одичало так, что есть невозможно только вкуснейшее варенье. И вдруг один из сеянцев дал плоды, как у мамы. Так бывает. Я всегда говорил. Вот. Никогда окончательно ничего не бывает. ДНК позволяет... Ой, какую я фразу вычитал в одном... Ой, какую я фразу вычитал в журнале. Ой, я потом понялись с вами. Вот. Всем неинтересно будет. Но ведь эта фраза все ставит на место. Так, ладно. Не отвлекаемся. Смотрим дальше. Все, уже начинаешь облавывать эти... По двое, да? А что делать? Ну, по двое еще не полезли. Ну-ка, давай покажем, болтуны или нет. Как у нас схожесть? Одна, две, три. Вот. Так. Минуточку. Я открываю. Ну. А, вон они, вон они. Да, вон. А, ты же рыбаешься. Слушай, а... Сегодня 27, говорит, Серега. 27? А, я бы не стал снимать. Ладно. Это есть предел, когда непонятно, снимать, не снимать. Снимайте. Так. Ну, я вижу, что вы, ребята, не зря здесь работаете. Процент схожести. Раз, два, три, четыре. Я тебя заранее не предупреждал. Слушай, это же персики. Это персики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Двенадцать из двенадцати. Поздравляю. 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 Сделать из тебя звезду. 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 Звезду интернета. Привез сумку. Заберешь. Звезду интернета из тебя сделай. Чего? Ну, ты посмотри результаты. А, результаты. А, и тем более персики. Кстати, я два персика взрослых убил. Не видел еще. А, черенки резал. Остальные живые. Все тоже как с абрикосами. Ладно, не буду отвлекать. Вот. Да. Ну, результат. Двенадцать из двенадцати. А вон он тринадцатый. Ага. Ну, все. Пойду дальше. Вон он четырнадцатый. Молодцы. Все-таки я не зря жизнь прожил и вас чему-то научил. Вот. Слава лучшего сибирского сада. Надо, чтобы он был еще слава лучшего сибирского питомника. Такого сибирского, российского. Единственное, это было всего два человека, Андрея. Которые мне написали, что у них выприли персики. Ой, абрикосы. Вот. Выприли, ну, метр снега, что скажешь. Так, друзья. Перед вами то, что цветет. Раз. Два. И там дальше сливы китайские. Я о них рассказывал. Вот. Им уже. Это что-то выглядит молодо. Но ведь хозяину уже. Ну, все равно где-то ей по тридцать лет. А вот это выглядит уже как старший товарищ. Видите, какая огромная китайская слива. И знаете что? Эта китайская слива, ей уже лет тридцать пять, да? Все рассказывал. Сейчас я вам кое-что покажу. Сейчас я вам покажу работу мышей. Я сколько говорил, что мы оттуда не взяли ни... У нас своих хватает. Мы не взяли ни одной этой косточки. Вот. А вот здесь вот они. Каждый год... Вон, видите, какая она старая. Ну, лет тридцать пять. Да хотя... Кто сказал, что старая? Старая это мы считаем. Жить да жить. Так. Вот. Кстати, что это упало. А. Это я пересаживал смородину. Садил так, чтобы полдня было солнце, полдня тень. Это... Так. Теперь сбился с мысли. Ага. Итак, значит, где-то здесь склад мышей. Мыши. Вот он. Ага. Значит, смотрите. Это я нашел уже четвертый склад. Три принадлежало абрикосам. А этот принадлежит сливам. Вот они. Видите? Значит, что делают мыши? Отсюда штамп вот этой сливы. Вот. Метрах в... Раз-два. Восьми. А края метрах четырех. Вот сюда они приносили. Здесь они собрали. Сделали склад. И зимой они их ели. Так. Вот. Может быть, крысы. Потому что... Не могут... Как-то мышки... Я видел сливы, где были дырочки просверлены. И какие-то они были маленькие. Непонятно, как может через них вывести этот... Мякоть. А абрикосы, явно они были изгрызены. Фильм вы тот уже видели. Я к чему говорю. Итак. Когда вы что-то садите. Вот видите? Вот это однолетние сеянцы. Здесь плохо видно. Потому что это... Уже зазеленела трава. Это однолетние сеянцы с сибирки. Так. Андрей, а чего вы их не привели? Не успели еще? А, ясно. Это все понятно. Две пары рук не успеваете. Ладно. Теперь так. Что получается? Значит. Когда... Я впервые заинтересовался из чужого письма. Второй раз говорю. Не помню, кто мне прислал это письмо. Думал, Сафронова. Оказалось не он. Кто-то посеял косточки. Нашел все косточки. Потом отдельно. Аккуратно собранные грызунами, мышами или крысами. И где-то в нескольких метрах все собраны были в кучку. То есть был сделан обычный продовольственный склад на зиму. Имейте это в виду. Те, кто ждет. Редко бывает. Ждет сходов. Сходов нет. Даже не понимает, что произошло. Понимаете? Вот это важно знать. Именно для этого мы здесь. Именно для этого я вам показываю вот этот склад. Так. Видели, да? Вот. Это еще небольшой. А я еще на том участке, если дойду, покажу. Так. Что вам еще показать? Значит так. Была сделана, опять же, это взрослые абрикосы. Была сделана небольшая, рука не поднялась, обрезка весенняя. Не ради формирования кроны избавива Божия. Вот. А ради того, чтобы он выбросился в молодые побеги. Это невероятно по качеству плодов и по крупности королевские. Вот эти три абрикоса я вам показывал. Еще покажу специальный снимок. Вот он. И так, значит, эти абрикосы плодоносили. В этом году цветение слабенькое. И они отдыхают. Я делал обрез, чтобы они выбросили ветки. Иначе не с чего будет срезать. Будем продолжать коречить. Поехали. Поехали. Спасибо.